Итак, добрый день, дорогие мои! Мы продолжаем с вами учиться кроить, затем мы будем с вами учиться шить. Я, конечно, приглашаю вас на свои бесплатные мастер-классы, которые проходят сейчас в Москве, метро Динамо в ноябре, в декабре месяце. Приходите, смотрите. Идет набор на новенькую группу, которая будет в январе, на основной курс 48 часов. Следующий набор будет только осенью. Если это вам нужно, интересно, если вам нужна связь со мной, пожалуйста, приходите. А сейчас мы продолжаем с вами работу, мы учимся с вами моделировать. Посмотрите, мы построили базовую конструкцию. Конечно, к ней есть рукавчик. Вот так выглядело техническое задание, которое мы подготавливали для этой конструкции. Еще раз напоминаю, это наша картинка, что мы хотим сделать, это наша цель, это наши прибавки и это наши мерки. У нас получилась вот такая вот выкройка, и у нас получился также к ней вот такой рукав. В преддверии Нового года я пытаюсь вам рассказать, как нам шить какое-то платье, например, вот такое вот простое. Как нам его сделать. Итак, в прошлый раз мы с вами на предыдущих уроках познакомились с тем, что такое перевод выточки. Затем комбинированная лучевая раздвижка. У нас была вот такая тема. И комбинированная раздвижка. И комбинированная раздвижка. Немножко напомню вам. Значит, в этом случае мы деталь разрезаем не до конца, оставляя 1 мм, для того, чтобы увеличить какой-то срез, сделать его больше. И в результате у нас получаются вот такие треугольнички, когда мы разведем по лучикам нашу выкройку. Так, если у нас раздвижка параллельная, значит, она используется тогда, когда нам нужно увеличить длину какого-то среза одновременно. И, допустим, сверху и снизу. Тогда мы разрезаем деталь до конца по нашим выбранным лучикам. И разводим параллельно их друг к другу. И тогда уже выполняем вот эти все вещи. Более внимательно, если вам нужно, интересно, пожалуйста, посмотрите предыдущие видео. Итак, посмотрите сюда. Значит, есть ли вот когда применяется лучевая раздвижка? Лучевая раздвижка применяется, например, вот у такой юбочки, всем вам понятно. Это вы берете вот эту юбочку, которая у нас получается в результате нашего построения, нашей базовой выкройки. Разрезаете, рисуете на ней вот эти лучики. Разрезаете эти лучики до конца, не дорезая один миллиметр и разводите на такие треугольнички. У вас по талии никакой сборки нет. Затем, если вы хотите сшить вот такую вот юбочку, она у вас широкая и вверху, обратите внимание, и внизу. Если вот эта юбочка не будет расширять вам бедра, то вот эта очень сильно увеличит бедра и многим она не подойдет. Так же, как вот не всегда подходит и вот эта юбочка, потому что она обтягивает за счет косого кроя. Зачастую она обтягивает, это юбки полусолнца, это юбки солнца, обтягивают или похожие на них, вот эту часть тоже не всегда бывает хорошо. Но эта юбочка, получается, называлась она раньше Татьянка в годы моей молодости и получается она за счет параллельной раздвижки. А чаще всего, и вот в этом нашем новогоднем платьице, мы используем вот такой крой юбочки. То есть, это когда в основе лежит и одновременно и параллельная раздвижка, и лучевая. И вот я сейчас хотела бы вам показать, как это выполняется корректно. Казалось бы, все просто, но и тут тоже есть свои маленькие секретики. И чтобы вам было действительно все просто, а главное качественно, вы должны это выполнить именно так, как я сейчас вам покажу. Итак, еще разочек вернемся к нашей задачке. Вот эту картинку я вам показывала в прошлый раз. Рукавчик. На примере рукава мы будем, опять же, на примере такого рукава, мы будем с вами учиться делать комбинированную раздвижку. Это лучевая раздвижка была, когда верхняя часть у нас не увеличивается, увеличивается только нижняя крылышко рукав. Или тот же рукавчик, собранный на манжетик. Параллельная раздвижка, когда мы разрезали с вами рукавчик до конца, пожалуйста. А вот это уже комбинированная раздвижка, когда у нас есть более широкая нижняя часть и немножечко есть при сборочке вверху. Пример, другой пример, вот этот пример и вот этот пример. Это тоже пример комбинированной раздвижки, когда у нас есть более широкая нижняя часть и немножечко увеличен вверх. Крылышко со сборочкой вверху. Итак, смотрим сюда. Это наше задание, это наша цель и начинаем с вами работать. Для того, чтобы решить построить рукавчик, используя комбинированную раздвижку, мы берем опять же вот такой простой рукав. Чтобы сэкономить время, я его уже разрезала на 4 части, нарисовала наши лучики, эти части подписала все. Вот здесь вы видите, да? И посмотрите сюда, как всегда, мы выбираем вот эту фигурку. То есть я взяла средние детальки и приклеила вот сюда, чтобы сэкономить, опять же сберечь ваше время. И вы видите, что в основе вот этой фигурки у нас уже лежит не треугольник, не прямоугольник какой-то, а лежит вот такая вот трапеция, у которой внизу побольше ширина, а вверху, как вы видите, поменьше. То есть в начале, как всегда, я выбираю вот эту фигурку. Затем мне нужно, естественно, здесь выложить такую же. Ну и я начинаю путаться. То ли мне ниже это сделать, то ли мне выше это сделать. И как мне это сделать, мне непонятно. И поэтому я предлагаю вам такое решение, чтобы выполнить это корректно. И чтобы ничего у вас потом не сбилось, посмотрите, как вы делаете. Вы вот так вот на ткани, на ткани мы работаем уже, напоминает, да? То есть этот рукавчик из бумаги, разрезали бумагу, работаем на ткани. Вот это я уже нарисовала на ткани. На ткани выбрала серединку перпендикуляр. Это уточная нить, это долевая нить. И разрезала свою выкройку и вот так уложила. Затем, посмотрите. Мне нужно корректно добавить остальное. Как я это сделаю? Я сначала выполню параллельную раздвижку. Вот это очень важно. Посмотрите. Куда я при этом смотрю, отодвигая параллельно вот эту свою детальку. Посмотрите куда. Вот сюда я смотрю, потому что самое маленькое расстояние это вверху. После того, как я отодвинулась параллельно, обратите внимание, как идет вот эта линия низа. Теперь уже она помогает мне это сделать, да? Я зажимаю карандашиком вот этот уголок, вот эту точку и добавляю лучевую раздвижку. Лучевую. На какое расстояние? Вот на это расстояние. Я смотрю уже сюда. Вымерять все до какого-то миллиметра, я думаю, большой нужды нет. Но сделать это достаточно корректно, я думаю, на глаз у вас тоже получится. Хотя встречаются такие у меня девочки-перфекционистки, которые измеряют это все до бесконечности. Вот примерно так это будет выглядеть. Повторяем еще раз для другой детальки. Направление линии низа у нас уже задано. Укладываем сначала так, как они лежали рядышком. Затем сдвигаемся параллельно. На какое расстояние? Вот на верхнее расстояние. Выполнили параллельную раздвижку. Положили очень корректно, очень точно. Зажали карандашиком точку и довели расстояние внизу до выбранного ранее. То есть выполнили лучевую раздвижку. Ни в коем случае не наоборот. Если вы будете сначала выполнять раздвижку лучевую, а потом параллельную, вы можете сбиться с правильного пути. Поэтому, пожалуйста, сначала параллельная раздвижка, потом лучевая. И в этом состоянии мы уже фиксируем. То есть на ткани на самом деле мы обводим вот эту нашу историю. И что имеем мы в конце? Что мы сейчас обводим на ткани? Обратите внимание. Значит, конечно же, немного увеличиваемся вот здесь. Почему? Потому что мы расширили свою деталь внизу. И чтобы этот эффект усилить, мы должны его поддержать. Поддержать. То есть в области бокового шва обязательно выполняем вот это еще раз. Значит, я не буду очень ровно, идеально это все обводить. Моя задача показать вам суть происходящих вещей. И сделать это как можно быстрее, чтобы не отнимать у вас много-много времени. Чтобы наша работа была эффективной. Посмотрите, здесь я рисую просто плавненькую, такую красивую, вот такую вот линию. Это передняя половинка рукава, это серединка. Контрольные точки. Вот одна контрольная точка. Она у меня должна совпадать с плечевым швом. Посмотрите, у нас по модели, четвертая модель, да, вот эта модель. Мы хотели выполнить сборочку наверху, небольшую. Поэтому я выбираю границы этой сборочки. Раз и два. Вторая и третья контрольная точка. Между ними, уже на ткани, я рисую вот эту волнистую линию. Она мне показывает, что мне нужно выполнить сборку на этом месте. Сборка вот так вот выглядит. Две машинные строчки мы прошиваем с вами. И затем я пишу циферку вот здесь, на какую величину я должна это сделать. Если здесь было 2 сантиметра, тут 4, тут 4 и здесь 2. Значит, всего будет 6-12. Значит, я должна выполнить сборку, но и вернуться к 12 сантиметрам. Хотя в результате раздвижки у нас получилось, конечно, больше. И вы видите, что узнаваемым признаком раздвижки комбинированной у нас вычерчивается или вырисовывается вот такая вот трапеция, у которой внизу больше, а вверху меньше. Вот так примерно выполняется комбинированная раздвижка. И в принципе, мои хорошие, это все. То есть перевод выточки, лучевая раздвижка, параллельная раздвижка и комбинированная – это основные приемы моделирования, которые чаще всего вы используете при создании новых форм, при создании новых своих совершенно интересных и необычных каких-то моделей. И сейчас я хотела бы продолжить разговор о подготовке к производству нашего платьица к Новому году, например. Обратите внимание, какая здесь юбка. Если точно следовать всем нашим законам моделирования, я должна снять вот эту юбочку, базовую конструкцию на кальку, естественно, разрезать вот по этим линиям, нарисовать наши лучики. Первый прием, который я показываю, посмотрите, называется перевод выточки, который я могла бы использовать для решения этой задачи. То есть у нас была выточка на спинке, мы разрезаем снизу вверх, закрываем эту выточку и она открывается вот сюда. И у нас появляется желаемое расширение, но не хватает вот здесь сборки для того, чтобы следовать точно тому техническому заданию, которое у нас было. Поэтому мы должны добавить еще и параллельную раздвижку. То есть мы выполняем сначала перевод выточки, это полочка, это спинка, а потом добавляем параллельную раздвижку. Ну, в данном случае можно просто на ткани обвести, допустим, вот эту часть и вот так вот так и добавить сюда еще что-то. Надо сказать, что если вы будете это делать, так, мне не хватает листочка, вот пусть у нас будет этот листочек. Давайте посмотрим сначала просто на одну спинку. Я должна на ткани обвести вот так, я должна в поддержании темы добавить сюда и добавить вот так вот сюда и добавить вот сюда. И у нас получится то, что мы хотели. Вот так. Здесь у нас получится, допустим, вот так. Я показываю это быстро, потому что на самом деле я так не делаю, как сейчас вам показываю, потому что вы посмотрите. Законы все выдержаны, все соблюдено. Здесь перевод выточки. Мы верхнюю закрыли, открылась внизу, да? Поддержали это расширением к низу. И здесь параллельная раздвижка для того, чтобы появилась сборочка в верхней части. И казалось бы, все правильно, но на самом деле я это делаю совершенно иначе. И как я это делаю? То же самое, естественно, нужно поддержать, работая вот с этой нашей спинкой, вернее, полочкой уже, да? И вы понимаете, что если у вас юбочка длиной 1 метр, сколько вам нужно взять бумаги, как долго надо ее резать и выполнять вот эти все наши традиционные законы. То есть на самом деле в жизни я делаю, конечно, иначе. Этот крой настолько прост, что я выполняю его сразу на ткани. И как это у меня получается, я вам покажу в следующем видео. На этом сегодня разрешите закончить наш урок. Наше время опять подходит к концу. Итак, повторяю еще раз, мы с вами разобрали все приемы моделирования. И дальнейшая наша задача всего лишь навсего разворится к тому, чтобы научиться их применять. Научиться, разглядывая ту или иную понравившуюся нам модель, увидеть, как, оттолкнувшись от базовой конструкции, правильно ее порезать, как правильно ее раздвинуть, повернуть, развернуть, какие приемы моделирования к ней и в какой последовательности их применить, для того, чтобы получить тот результат, который вам нужен. На этом разрешите откланяться. Всегда ваша Галина Коломейко. Всем удачи, любви, здоровья и мира. До следующих встреч.